Опасность для горожан несут не только клещи, но и неблагоустроенные участки улиц, а таких в нашем городе много. Одна из них – Баумана в Ленинском районе Иркутска. Недавно там провели первый этап реконструкции, но жить комфортней не стало. Почему, знает Ольга Харнутова. Вцепившись в поручень, спускается по крутой лестнице Марина Аргученцева. Ведь и на этом месте пострадали уже несколько ее знакомых. По утрам на этом участке улицы Баумана в Иркутске ходить невозможно. Ступеньки очень скользкие. Хотя трудный для пешеходов участок – один из самых проходимых здесь. Кто-то идет до остановки, кто-то до поликлиники. Чтобы обойти опасный путь, нужно прошагать лишние 500 метров. Многие так и делают, ведь знают, что короткая дорога может привести в травмпункт. Четверо. Те, кто серьезно пострадали. Какие травмы? Бабушка сломала руку, девушка повредила спину. Одна девушка упала на коленки очень сильно. Так вот, как сказать, с высоты всего роста. Ну, и ребенок у нас здесь падал. Сложно поверить, но эта улица недавно была реконструирована. Однако подрядчики провели только первый этап работ. На одной стороне улицы обустроили тротуар, велодорожку и проезжую часть. На этом деньги, как и благоустройство, закончились. В итоге страдает вся улица. Потому что привести в порядок не успели важный участок, через который каждый день проходят сотни жителей региона. Этот участок один из самых проходных на улице Баумана. Позади меня процедурный кабинет. Впереди детская поликлиника и остановка. Переходим через пешеходный переход. Вот только дальше дороги нет. И местным жителям приходится идти по грязи и лужам. Однако обходной путь есть. Но он просто опасен. Но, к сожалению, люди вынуждены им пользоваться. Для того, чтобы пройти на асфальтированную дорожку, ему приходится проходить не по пешеходному переходу, а просто перебегать дорогу. Ну, как бы это до первого несчастного случая. Не дай бог, конечно. Есть надежда, что в ближайшее время эта проблема решится. Правда, придется еще немного подождать. С наступлением строительного сезона, это уже конец апреля, начало мая, можно будет предусмотреть временные пешеходные переходы, где в одном уровне. Для того, чтобы соединить старую и реконструированную часть улицы Баума. Как именно будут обустраивать временные пешеходные переходы, сказать точно пока никто не берется. Это еще сотрудники администрации города и активисты ОНФ будут выяснять. Ну, а пока о комфортном перемещении жители Ленинского района могут только мечтать. Ольга Харнутова, Виктор Черкашин. Новости по будням.